Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале «Кинотрафик. Все о кино». Сегодня голубым по Европам мы пробежим по основным событиям первой недели Каннского кинофестиваля 2021 года. Итак, поехали! Председатель жюри Спайк Ли был выбран таковым еще на фестиваль 2020 года, но отмена события не повлекла за собой изменений. Мы же знаем Спайка Ли как художника, который смело освещает расовые вопросы, проблемы бедности и политическую повестку в кино. И рискнем предположить, что за его откровенное высказывание на этой Каннской пресс-конференции в адрес современных диктаторов ему даже могут присвоить статус нежелательной персоны в России. Упс! Каковы же промежуточные итоги первой недели фестиваля? Жюри, критики и все желающие, сдавшие слюну на наличие вируса, смогли посмотреть уже половину программы, даже немного больше. Мнение отечественных критиков, которым удалось таки вырваться на смотр лучших фильмов, теперь можно посмотреть даже в сводной таблице. И вот каковы оценки. Всех наших и мировых киноэкспертов прямо накрыл очень личный рок-мюзикл «Открытие Лиаса Каракса Аннет». Оценка 4,7. О нем мы говорили в нашем первом выпуске. Когда же его ждать на больших экранах? Уже недолго. 12 августа. Второе место у эротичной монахини из «Искушения Пола Верховена». И мы с вами опять попали в точку. И это мы предвидели в нашем прошлом выпуске. Старая гвардия, вперед! Сами смотрим фильм с 7 октября. И на третьей позиции у отечественной кинокритической мысли сразу два фильма. Финский, который спонсировал русский минкульт «Купе номер 6». Смотрите о нем в нашем втором выпуске о русских фильмах в Каннах. И заматеревший Франсуа Азон, который серьезно задумался о прелестях автаназии в своем фестивальном фильме «Все прошло хорошо». О нем вот я еще не говорила. И спешу восполнить пробел. Известная звезда 80-х с обновленным лицом Софи Марсо в роли писательницы ухаживает за больным отцом. Внимание! Тренд кино этих двух нелегких лет – уходящие пожилые люди. Фильм поставлен по одноименному произведению и по собственному опыту Эммануэль Бернейм, которая писала сценарии для ряда предыдущих картин Озона. Смотрим эту пронзительную драму в России с 23 сентября. А какова же худшая работа на этой неделе? Бедный Шон Пен, его новый фильм «День флага» об отце фальшивомонетчике и мошеннике, заботящемся о своей дочери, получил у наших критиков оценку всего 1,6. Дочь играет Дилан Пен, дочь Шона Пена и Робин Райт, такая же прелестная, как мама времен принцессы-невесты. Но неужели это было так плохо, спросите вы? Ведь режиссерские работы актера всегда нравились зрителям. Нам сложно сказать, ибо ни даты премьеры, ни даже трейлера фильма посмотреть не представляется возможным. Как водится мнение критиков, могут и расходиться с нашими. Так что дождемся картины и решим сами. И, наконец, вишенка на торте. На красной дорожке мы выбрали не каких-то там примадун и моделей, а трех замечательных и любимых актрис. Хелен Миррен, Джоди Фостер и Мэгги Джилленхол. Напишите в своих комментариях, какой образ, который выбрали актрисы для красной дорожки, вам ближе всего. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева. Смотрите наш следующий выпуск о победителях Каннского кинофестиваля 2021 года. Подписывайтесь на наш канал. Мы ждем ваших лайков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok